Всем привет! С вами канал Maros Life. В сегодняшнем выпуске я постараюсь ответить на главный вопрос, который интересует многих людей. Стоит ли ехать в Чехию на 3 месяца в период коронавируса? Не переключайтесь. Итак, ребят, первое, с чего нужно начинать, это с рабочего контракта. Я разобью данный пункт на минимальные варианты и максимальные, потому что контракты могут доставаться как бесплатно, так и могут доставаться за определенную сумму денег. Значит, будет первый вариант, это минимум, будет 0 гривен. То есть, если вам удалось достать этот контракт, это вообще супер респект, связались с работодателем, либо через знакомых, либо еще как-то. Второй вариант, это может быть, конечно, более дорогой, колебаться он может от 200 евро, грубо говоря, и до бесконечности, конечно. Но я таких бесконечностей еще не видел, видел максимальные цифры, это по 500 евро за 3 месяца. Вот, ну, возьмем 200 евро. Итак, значит, в первом варианте 0, во втором варианте 200 евро, по нынешнему курсу это будет 6500 гривен. Следующий пункт, это регистрация в визовом центре. Сейчас есть проблема с этим, все вы, я думаю, знаете, кто не знает. Скажу вам так, что зарегистрироваться можно, конечно, бесплатно, это вообще обязательная процедура, она должна быть бесплатной. Но есть проблема, 100 квот всего лишь на целый день, и эти квоты сейчас распределены очень быстро, и непонятно, как оно все это делается, как регистрируется. Но кому-то, может, повезло, это опять же 0 гривен. А есть такие варианты, что уже предлагают купить эти квоты, и цифры колеблются от 1000 до 2000 гривен. То, что мне реально писали подписчики. Вам спасибо большое за то, что информируете. Возьмем 1000 гривен, пускай будет эта регистрация по максимальному варианту. Следующий пункт, визовый сбор, от которого, к сожалению, никак не откажешься. То есть он обязательный. 35 евро, это 1150 гривен. И консульский сбор, это 12 евро, это 394 гривен. Мы будем брать 400 гривен, грубо говоря. То есть это у нас выходит обязательное условие, как по минимуму, так и по максимуму. Страховка, тоже она ценовая политика разная. Берем среднюю страховку, там 300 гривен с нулевой франшизы на 60 тысяч евро. То есть и на минимум, и на максимум. В итоге, что у нас получается? То есть если собирать документы, визу делать, по минимуму будет выходить примерно 1900 гривен. То есть это идеальный вариант. Если получится так сделать, это вообще супер. Это хороший вариант поездки в Чехию. Максимум это может быть в районе 9500 гривен. Это если вы покупаете контракт, если вы регистрируетесь за деньги, если оплачиваете, естественно, визовые и консульские сборы. Следующий пункт, который нужно тоже рассматривать, это дорога в Чехию. Она бывает тоже разная, в зависимости от того, откуда вы едете, в каком регионе вы проживаете и чем добираетесь. Если это автобус, берем опять же по минимальному варианту, это в районе 2356 гривен. Смотрел как раз только что, ссылочку открывал инфобас. Ссылочки есть в описании под видео. Можете переходить, смотреть. Там есть очень много интересных вариантов. Все ссылки активные, рабочие, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Второй вариант я смотрел, это часа, это чешская авиалиния, самолет Киев-Прага. 4400 гривен, это с багажом, будет на одного человека выходить по максимуму. Дальше, это тест ПЦР. Обязательное условие при приезде в Чехию. Где вы будете ее сдавать, в аэропорту, либо в своем крайском регионе, это уже решать вам. В любом случае, в идеале может выйти, что вас могут запросить один раз всего лишь тест. Это 1750 крон, это равно сейчас 2170 гривен. Если у вас его запросят два раза, то это будет вам стоить 4340 гривен. То есть, это по максимуму. Жильем. В зависимости от того, куда вы попадете, на какую работу, жилье может оплачиваться, может не оплачиваться. То есть, берем по минимуму это 0 гривен, то есть, 0 крон. Вам жилье предоставляют бесплатно. Ну, соответственно, рассчитывайте на работу. В этих случаях тоже будет по минимальной плате. Может, это 90, там до 120 крон максимум. И второй вариант, это жилье будет стоить сейчас где-то в районе 4,5 тысяч крон. То есть, если вы попадете в Прагу, там, либо близлежащие районы. Я рассчитываю на 3 месяца, потому что берем 3 месяца пребывания в Чехии. Дай бог, все сложилось хорошо, вы попали именно четко там на 3 месяца. То это будет составлять 16740 гривен на 3 месяца проживания. Еда. По минимуму можно рассчитывать спокойно на 3 тысячи крон. Это 3720 гривен. На 3 месяца, опять же, умножаем. При идеальных раскладах это 11 160 гривен. По максимуму можно, конечно, рассчитывать на 4 тысячи крон. Опять же, все зависит от вас. Кто-то может и 5, и 6 тысяч тратить. Дело ваше. Ну, я беру 4 тысячи по максимуму. Это 4960 гривен. Умножаем, опять же, на 3. Это почти 15 тысяч гривен. Это именно, что касается дороги, теста, жилья и еды в Чехии. Следующий пункт, он, можно сказать, основной. Это работа. Все зависит, конечно, от того, куда вы попадете и под какую оплату будете тоже подпадать. Ну, я беру 8-часовой рабочий день. Это по минимуму. По 110 крон в час возьму такая средняя зарплата. Умножаем на 170 часов в месяц. Это обходит 18700 крон. При условии, что жилье у вас будет, естественно, бесплатно. Это 23 тысячи гривен на текущий момент. Умножаем на 3 месяца. Приблизительно это выходит 70 тысяч гривен, которые можно заработать. Если берем по максимуму 12 часов в рабочий день. Возьму 140 крон в час. Допустим, попали на какой-то мясокомбинат, где нужно пахать очень много. Либо какая-то стройка. 140 крон в час. Там можно получать зарплату. 250 часов где-то в среднем берем ежемесячно. 35 тысяч крон выходит в месяц. Это 43 тысячи 400 гривен. Примерно будет выходить в гривне. Умножаем опять же на идеальных 3 месяца, если так попадает. Это выходит в районе 130 тысяч гривен. Итого, по минимуму, выходит у нас расходы 17,5 тысяч гривен. Это если в идеале все получилось. Получили бесплатный контракт. Бесплатно зарегистрировались. Бесплатное жилье. Ну и в среднем зарплата 110 крон в час. То доходы у нас выходят 70 тысяч гривен. В итоге выходим в плюс 52,5 тысячи гривен. Это где-то 1600 евро. Плюс-минус. То есть если ехать по таким условиям. По максимуму, если же попадаем. Заплатили за контракт. Заплатили за регистрацию. Прилетели, грубо говоря, с самолетом. Платим за жилье. Но при этом получаем высокую зарплату. Там 140 крон в час. И работаем по максимуму 250 часов. Расходы у нас выходят где-то 50 тысяч гривен. Доходы выходят где-то 130 тысяч гривен. То есть плюс 80 тысяч гривен, которые мы реально сможем отложить. Это выходит примерно где-то 2,5 тысячи евро. В принципе, неплохие цифры. То есть если приехать, отпахать 3 месяца реально и уехать домой. Но бывают же такие ситуации, случаи, когда расходы могут быть 50 тысяч гривен, а доходы могут быть 70 тысяч гривен. В итоге получится в районе 20 тысяч гривен плюс. За 3 месяца приедете и 600 евро заработаете. Бывает сейчас и такая ситуация. Потому что обещают реально много, говорят красиво. Заработали те же агентуры свои деньги, заработал даже регистрации и все остальное. Свои денежки. А вы в итоге попадаете в такую ситуацию. Поэтому, ребята, решать, конечно, только вам. Мое дело только просчитать, показать вам все эти варианты, которые есть в реальности на самом деле сейчас. А вы уже решите, стоит ли вам ехать в Чехию на 3 месяца, либо не стоит. Это уже дело каждого. Кстати, делитесь, пожалуйста, в комментариях, у кого какая ситуация, кто как ехал в Чехию в этот период, у кого сколько выходило. Очень будет интересно почитать. Кто согласен, ставьте плюсик. Это тоже поможет развитию нашему канала. Кто не согласен, делитесь своим мнением. Может, есть что добавить. Ну, а у меня на этом все. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Делимся этим видео с вашими друзьями. Всем удачи, до новых встреч в новых выпусках. Всем пока!